Увелись на паркете, немного статистики. Во второй четверти, к сожалению, надежда из-за дуги была неточна. Из четырех попыток ничто не попало в конец. Аспарта и НК одну попытку реализовали из пяти бросков. По подборам ситуация практически одинакова. Надин побор, подбор больше у Надежды. По потерям Надежда догнала Спарту. По семь потерь у каждой команды. Процент попадания с игры у Надежды практически не изменился. В то время как у Спарты упал с 67 до 47. Елена Берсенева проходит. Ай-яй-яй! Чудо мяч не проваливается в кольцо. Принц прорывается через... Чарльз не забивает. Но Осипова на подборе снова не забивает. Надежда все, забрала мяч. Беке Хэма с мячом оставляет Ольге Овчаренко. Овчаренко по дуге заходит за веременткой. Проходит под кольцо. Разворачивается. И, к сожалению, не попадает. Подбор остался за баскетболистами Видного. Монни Куин. Монни Куин является одним из лидеров сегодняшнего матча. Судьи фиксируют ФОВа. Анастасия Верменко получает национальный ФОВ. С мячом с Юберт. Дает на Лену Милованович. Да, под кольцом. Но блокшот от Насти. И с мячом уже Надежда. Лена Берснева на Тину Чарльз. Против нее Ирина Осипова. И Тина не попадает. Только когда не забивает из-за кольца. Но возвращает мяч Овчаренко. Опять заброс на Чарльз. Тина опять не попадает. Но тяжело против Осипова играть. Слишком высока она для Чарльз. В первой половине у Тины был процент с игры 40. Потому что сейчас эти цифры стали еще меньше. Монни Куин против Бекки Хэммон. Боролись. И Монника дала передачу на баскетболиста Куину. Ирина Осипова под кольцом не смогла разобраться с Тина Чарльз. Подбор остался за баскетболистами Надежды. Ну отсюда хоть забей. Есть, фаллоп. Бекки все сделала. Ровно через 2 минуты в третьей четверти команды смогли открыть счет. Ирина Тачна. Плюс 9 достигает преимущества Надежды в настоящий момент. Сьюберка с под кольца не точна. Но мяч остается у баскетболисток Видного. Плюс 9. Это максимальный разрыв в счете за эту игру. Сегодня. Ирина Осипова под кольцом и 2 очка. Странным таким проходом Ирина пробралась к кольцу. Опять несогласованные действия. И минутная потеря. Ирина Милована. Читая со средней дистанции сокращающий разрыв до 5 очков. Ольга Очеренко прорывается под кольцо. И Тачна со средней дистанции 47 в 40. Он с Сьюбертом примерно с той же самой позиции, откуда Ольга забила. Сокращает отрыв. Снова до 5 очков. Явно не хватало Спарте Сьюбертом. Да, без Сьюбертом бы Спарта было бы намного слабее. Опять не прошел заброс на 1-й час. Бекки Хэмон фалит на Эпифани и Принц. Это она не смогла забить. Но Эпифани и Принц будет пробивать два штрафных броска. Надежда на площадку вышла Шамека Кристен. В фолбеке уже оправдан 1-й мимо. Посмотрим, что сможет сделать. Видно, что Принцесса в 2-м броске. 2-й точен. 47-43. Принцесса в 2-м броске. В речном Бекки Хэмон. Отдает на Шамеку Кристен. Шамека из дуги. 3 очка! 50-43. Но может пойдет у Шамеки? Пора быть Шамеки. Внести свою репту в игру команды. Игра на игру не приходится Шамеке Кристен. В прошлой игру она была малорезультативна. Будем надеяться, что сегодня сможет. Сейчас на паркете в составе Спарта всего лишь одна Русская Русский игрок Это Ирина Осипова Ну как бы и Пифания Принц тоже является Она россиянка Российским игроком Ох, пас от Бекехэма Ай, 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 ай Лена Бершнева хотела дать Антину Чарльз И вновь фалят на И Пифании Принц Ну Бекехэм, это какой фолк? Второй фолк Надеюсь, уже три фола за это учебник Первый бросок точен В исполнении Принц Но второй не точен Подбор за Антиной Чарльз 50-46, плюс 4 впереди Надежда Шамека думает, что делать С мячом разворачивается Сама бросает, но не точно Подбор забирает Та же Мак-Виллианс Принц не попадает из дальней дистанции Но она же забирает отскок И Илона Корсен со средней дистанции мимо Подбор Соня Петрович Мяч отдали с Юберта Начинает комбинацию Соня Петрович Не смогла из-под Тины Чарльза выбросить точный мяч Уже Надежда с мячом Ольга Овчеренко скидывает на Шамеку Кристо Та на Татьяну Бурик И Татьяна не точна Из-под кольца Подбор за баскетболистами Видного Корсен против Хэма Поки Четман практически уже начинает танцевать Вдоль лицевой линии Вдоль боковой линии Крошатки Мяч уходит за лицевой линии От игроков Надежды Принц оторвалась от защитников Получила передачу Набрала легких 2 очка Всего плюс 2 Еще недавно было плюс 9 Сьюберт играет персонально против Ольги Овчеренко Шамеку Кристос 53-48 Цепляем, цепляем эспарту Дотерпеть девочка, дотерпеть Сьюберт не точна с дуги И Беки отдает на Татьяну Бурик Татьяна не точна Тяжелый мяч Петрович все-таки поставила и зашло в хорошем Примудрила Ну а куда там игрок выше роста Можно было попытаться нарваться на пол Но это надо уметь Это Диана Таурази Делать такие проходы 3 секунды опять У Спарта НТ Массовая замена В составе Надежды Сразу 3 игрока выходят на паркет Спарта без Диана Таурази Это совсем не та Спарта Которая была в прошлом сезоне Да любая команда без Таурази Это Если это непонятная история С допингом вообще выбил Женский баскетбол Из колеи Да, непонятное решение судей Вроде бы мяч выбивала Тадж Маквилемс Шамека могла его поймать Но не стала специально Потому что аут должен быть наш Мяч в итоге отдали судье баскетболистам Гиндова И пол в нападении фиксирует Ирина Осипова фолит Неправильный заслон А Боки Четман уже вышла даже на площадку Пытается что-то объяснить судям Мастер-класс для судей Как надо ставить заслоны И как надо их судить правильно Боки проходят на Шамеку Шамека очень издалека Было видно, что бросок не удался Полеты мяча Пифания Принцеза Дуги К сожалению, точно Совсем открытый бросок Спокойно прицелилась и забила И опять всего плюс два Пока эту четверть Надежда проигрывает 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 четыре очка в четверть Очень интересный матч по интриге По накалу Все непредсказуемо Полят на Людмиле Сапова Владимир Колосков сажает на лавку Бекки Хэмонова Вместо нее выпускает Ольгу Овчаренко И Тину Чарж вместо Шамеки Кристен Лена Берснева дает мяч на Тину Чарж Таня Тачна, но забирает подбор Со второй попытки Тошина 14 очко Тины в этой встрече Также 14 очко Ольги Овчаренко 55-51 Но надо защищаться Защищаться в этой атаке Людмила Сапова против И Фанни Принц персонально играет Принц уже сидя играет на паркете Да, и Корсет смогла из-под кольца забить Смотрите, что Поки творит Поки смотрите как Вот это завелась Четман Молодец Да, и игроки Надежды теряют мяч Непонятно, вроде Курсин забила Что так возмутило ее? Тренер видно, быстро Пускает в гость ее берт Берт движется вдоль дуги Опять на Принц Это из-за дуги Открытый бросок И снова точно И уже плюс один в пользу видного 18 очков уже у Принц Да, рывок плюс 10 Совершает Спарта Сьюберт фалит Да, нужно результативно завершить эту атаку И вот оференка точно Еще с полом Падение Что ж так Принц настроен агрессивно против нашей команды Да, да, да Мало того, что забивает Еще и так в защите играет активно В борьбе за подбор После неточного броска Ольги Мяч остается игрокам видного У них на атаку 6 секунд Нужно защищаться Сьюз дальней дистанции не точно И подбор Тина Чарльз 57-56 после третьей четверти То ли еще будет четвертая